Объекты коммунальной инфраструктуры Щелковского района продолжают готовить к отопительному сезону. Летом коммунальщики, как всегда, активно поработали и теперь демонстрируют результаты. В понедельник глава района Алексей Валов проинспектировал котельную и водозаборный узел, которые обслуживают 25 тысяч жителей микрорайона Чкаловский. Котельная на улице Институтской, как и другие объекты, была передана от Министерства обороны. Сейчас принадлежит компании Теплоцентраль. Из 2016 года здесь ведется реконструкция. Заменены насосы, горелки, трубопроводы. Ставят новое оборудование для химводоподготовки. Она вышла после профилактики. Все необходимые работы для обеспечения бесперебойной работы коммунальных услуг выполнены. Также завершена замена тепловой трассы центральной от Досовской котельной протяженностью 590 погонных метров. Котельная работа в штатном режиме в отопительный сезон войдет без проблем. В котельной посмотрел. Достаточно большой объем работы сделал. Меняется химводоподготовка на современную. В принципе, в хорошем состоянии находятся и резервуары для хранения запасов химводоподготовленной воды. Ну и видно, что рабочие достаточно квалифицированы при установке нового оборудования. ВЗУ на улице Циолковского также реконструирован в рамках госпрограммы силами сотрудников межрайонного Щелковского водоканала и подрядных организаций. Заменено насосное оборудование, внедрена автоматизированная система контроля параметров работы. В рамках подготовки к зиме промыли три резервуара чистой воды, полностью заменили часть трубопровода между скважинами и насосной группой. Задвижки заменил нам подрядчик старый, который еще, я не знаю, 60-х годов они были, никто не проводил ни ремонта, ни замены. Сейчас это все поменено, сделано. ВЗУ работает полностью в автоматическом режиме, установлено видеонаблюдение. Алексей Валов высказал претензии к содержанию территории в ЗУ. Потребовал установить паспорта на резервуары с водой, покрасить бордюры, покосить траву, убрать со двора элементы отработавшего оборудования. Чтобы все работало в нормативном варианте, чтобы все санитарно-технические нормы соблюдались. И, соответственно, качество ресурсов, которое подается в население, должно быть высокое. Но это обращало внимание. Дорога к школе, программа, значение которой в преддверии начала учебного года особенно велико. Ход выполнения мероприятий программы в микрорайоне Чкаловский также проверил сегодня глава района. В этом году в программу включены пять учебных заведений, подходы и подъезды к которым требовалось привести в порядок. Два из них в Чкаловском. Около школы номер 11 работа уже завершена. И все готово к тому, чтобы в конце улицы Институтской построить несколько десятков метров нового тротуара, ведущего к лицею номер 14. Но жители вместе с депутатом, заместителем председателя городского совета Еленой Мокринской, обратились к Алексею Валову с просьбой изменить схему движения. Люди, знающие эту территорию, утверждают, что пешеходная дорожка должна проходить по другой стороне улицы. Это и удобнее, и, что важно, безопаснее. Поскольку зимой над тротуаром вдоль домов нависают сосульки, а летом видимость автомобилистам на повороте закрывает кустарник. Алексей Валов посоветовался со специалистами дорожного управления и распорядился построить тротуар на обеих сторонах дороги. Есть нормативное обеспечение безопасности движения детей в школу. Так получилось, что в данный момент, ну не все, может быть, просчитали специалисты моменты, когда безопасность не на таком уровне будет достаточно. Тротуар будет по той стороне и по другой стороне, для того, чтобы деткам было безопасно проходить и в зимнее, и в летнее время. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».